И наконец заключительный вид сегодняшней программы эстафеты 4 по 200 вольным стилем у мужчин Это не просто заплыв, это не просто олимпийский финал Недаром все трибуны во дворце, в бассейне Барселоны Заполнены до предела и более того посмотреть на финальные соревнования в бассейн Пришли Хуан Антонио Самаранч, президент международного олимпийского комитета Прима Небиола, практически все члены международных федераций Потому как именно этот вид плавательной программы И в Америке, и во многих других странах называют гордостью нации Борьба идет, сразу поясню, борьба идет между пловцами нашей команды Они выступают по четвертой дорожке Командой Соединенных Штатов, командой Германии Но почему же все-таки гордость нации? Как объясняют американские тренеры, дистанция 200 метров вольным стилем Это именно та дистанция, где проявляется не только талант пловца Но и то, насколько умеют работать тренеры этой страны Насколько правильно, технически, тактически, методически они проводят подготовку Если в стране на дистанции 200 метров вольным стилем Есть хороший пловец, это уже повод гордиться для тренеров Если же в этой стране есть эстафета 4 по 200 вольным стилем Это действительно гордость нации Итак, на первом этапе от нашей страны плыл Дмитрий Лепиков Он финишировал первым и первым же ушел на дистанцию Владимир Пышненко У команды США на первом этапе выступал Джо Худепол Сейчас плывет Милвин Стюарт Но давайте лучше посмотрим за ходом борьбы Напомню, команда США плывет по седьмой дорожке Команда, наша команда, объединенная команда По четвертой А рядышком по третьей команда Швеции По пятой команда Германии Пышненко идет с достаточно значительным отрывом Проходит первую сотню Первый выполняет поворот И почти вплотную к нему приблизился Петер Дин Ой, простите Простите, я ошибаюсь Андерс Хольмец Конечно же, Андерс Хольмец из команды Швеции Который плывет за свою страну на втором этапе Много лет подряд команда США была единоличным фаворитом в этой эстафете Завоевала массу олимпийских титулов Мировых Правда, последние несколько лет успех не так часто сопутствовал американским пловцам На чемпионате мира в Перте они были вторые Пропустив вперед команду Германии Вот сейчас пока и вовсе на задних ролях А Андерс Хольмец финиширует впереди Владимира Пышненко У нас же на дистанцию выходит Вениамин Тейнович В команде Швеции Томми Вернер Вдвоем они уже заметно оторвались от преследователей И одновременно, абсолютно одновременно выполняют поворот Даже эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем плыть, на мой взгляд, значительно легче Там после старта, после того, как спортсмен прыгнул в воду Он выкладывается максимально на дистанции Соответственно, пытается делать все, что может Здесь же на дистанции 200 метров Кроме умения быстро плыть Требуется еще колоссальная выносливость А само сознание, что это центральный вид программы Любой программы, любых соревнований Это чувство, естественно, психологически давит на пловцов И Вениамин Тейнович во всю силу сопротивляется Пытается отыграть такие нужные, такие драгоценные секунды И опять одновременно выполнен поворот Чуть-чуть впереди Владимир Вениамин Тейнович 4.57.17 его время на промежуточном финише Всего лишь на одну десятую секунды Лучше, чем у шведского пловца А тем временем подтягиваются и те, кто пока позади И, наконец, в воду прыгает олимпийский чемпион Евгений Садовый От команды «Свецы» на дистанции Ларс Проландер И Евгений Садовый Последний на этом этапе из наших пловцов Самый ответственный этап И, конечно же, правильно, что доверили Его плыть Евгению, олимпийскому чемпиону На дистанции 200 метров вольным стилем Вчера вы все имели возможность наблюдать Как красиво, в какой борьбе он выиграл И вот сейчас он потихонечку, потихонечку вырывается вперед Перед сегодняшним финалом Во время одной из церемоний награждения Которую проводил президент FIFA Зо Авиланд Так вот, перед этой церемонией Даже он сказал, что чтобы увидеть такое зрелище Можно забыть даже о футболе И не знаю, как вы, я с ним полностью согласна Смотрите, это действительно надо видеть Как Евгений Садовый вырывается вперед Вырвался вперед С каким отрывом Просто потрясающе Просто потрясающе Трибуны просто уже не могут сидеть Скандируют стоя Последние метры дистанции И уже совершенно ясно, что советская команда Становится чемпионом Олимпийских игр Поздравляем всех Поздравляем Это действительно гордость нации И нам есть чем гордиться Молодцы, ребята Просто молодцы Новый мировой рекорд 7 минут 11,95 секунды Новый мировой рекорд Что ж, это вдвойне, втройне приятно Знаете, даже нет уже сил говорить Просто молодцы Молодцы Время Поздравляем Здесь Время Поздравляем Мы Поздравляем Время Звучок Torna jesteśmy Поздравляем Здесь Камчар Стас Поздравляем Поздравляем Продолжение следует...